Я обещаю, что будет очень интересно. Мы будем заниматься практиками по психологии, по астрологии, которые они смогут применить потом в своей личной жизни, чтобы стать действительно идеальными женщинами. Чеглинцева Наталья Ивановна – психотерапевт, психолог, бизнес-тренер, коуч, астролог. Консультирует и ведет занятия более 27 лет. Автор многих результативных методик в психологии, применяемой по всему миру, уже помогла нескольким тысячам людей стать счастливыми, успешными, здоровыми и достичь поставленных целей. Ведет занятия в собственном институте астрологии, а также в уникальной авторской школе практического психолога и тренерства. Огромный опыт и ежедневная практика Натальи Ивановны отражаются на всех ее учениках и клиентах, помогая им раскрыть потенциал, о котором они возможны и не догадываются. Телефон 8-927-93-19-330. Скажи, пожалуйста, для чего пришла на проект? Во-первых, попробовать себя. В чем? Ну, измениться. Хочу измениться. А в каких направлениях именно тебе бы хотелось поработать над собой? Наверное, внешне и все-таки психологически внутренне тоже. А что такое тебе мешает жить сейчас? В принципе, ничего не мешает. Понятно, что не мешает, а вот есть вещи, которые бы ты хотела изменить. Это вот что, например, там? Наверное, имидж. Чтобы мне помогли, наверное, все-таки найти. То есть стилист по одежде как раз будет очень в тему, да, для тебя? Также макияж, возможно, какой-то правильно подобранный. Вот. Хорошо. Ты замужем? Нет. Нет? А хочешь замуж, судя по всему? Ну, как бы я живу в гражданском браке. Ну, после нашего проекта твой гражданский супруг обязательно сделает тебе предложение. Потому что ты расцветешь, будешь такая вся неземная нимфа. Психологи, потому что работают очень плотно и объясняют, что и как там у нас по-женски, как нам надо рулить с мужчинами. Вот. Я думаю, что все будет хорошо. А у тебя есть какие-то умения определенные, что ты очень хорошо делаешь? Может быть, ты готовишь, может быть, ты поешь или танцуешь? Я люблю готовить. Я парикмахер. Вязать, готовить, шить. Я шью себе одежду, бывает. Здорово. Очень здорово. Нам улыбчивые девчонки очень нужны на проекте. Все. Ладно, спасибо большое. Спасибо большое. В пятом сезоне мы с участницами проекта «Идеальная женщина». Как и в четвертом сезоне будем создавать украшения ручной работы. Девчонки из четвертого проекта вдохновили меня тем, что действительно все девчонки очень талантливые. И мы будем раскрывать также в новых участницах все творческие их неспособности. На первых занятиях мы будем создавать декоративные украшения для волос. На втором мы будем создавать брошь своими руками. Третье и четвертое занятие мы с девочками посвятим созданию либо ожерелья, либо ободка ручной работы. Так же, как и в прошлом сезоне, девчонки будут сами выбирать фурнитуру, будут сами себя проявлять как дизайнеры. И при создании украшения мы будем учитывать дресс-код на Fashion Beauty Day. И, соответственно, девушки смогут это украшение выглядеть на это прекрасное мероприятие. Так что, дорогие участницы, жду вас на своих занятиях. Айгуль Хабибулина – дизайнер и мастер эксклюзивных украшений ручной работы. Каждое изделие, будь то массивное колье, серьги, изысканный ободок или браслет – все они создаются вручную с применением различных техник и секретов. Мастерская Айгуль Хабибулины – это творческое пространство, где создают свадебные украшения для волос, пояса ручной работы и вышивку на свадебных и вечерних платьях. Айгуль является постоянным участником специализированных выставок свадебной и праздничной индустрии, сотрудничает с лучшими студиями красоты, фотографами и глянцевыми изданиями города. Телефон 8-919-617-99-73. Алена, скажи, пожалуйста, для чего пришла на правильник? А... Ай, задумывалась, не знаю, не знаю. Я столько всего, ради чего я пришла. Говори все. В общем, я после двух затяжных декретов хочу вдохнуть в себя новую жизнь. Это будет гарантированно мое время для себя, для любимой. То есть наш лозунг «Начни себя» просто стопроцентно подходит тебе, да? Да, я прочитала, и там было каждое слово про меня. Это здорово. А ты наблюдала за нашим проектом, следила? Последний сезон смотрела в интернете. Здорово. А какие занятия тебя особенно заинтересовали? Меня воодушевили занятия на пилоне. Я не думаю, что я справлюсь с ней вообще. Но уважаю тех девочек, которые смогли это сделать. Нет, ну я думаю, что если ты поставишь себе такую цель, ты обязательно с ней справишься. Но могу сразу сказать, что пилон – это занятие такое нелегкое. Да. Синяки на ногах, на руках. Прискушают висущиеся ноги, руки. Да, да, это все-таки так достаточно сложно. Но зато в конце четвертого месяца, когда вы будете танцевать сольные номера свои, и как вы это будете шикарно все исполнять, я тебе гарантирую абсолютно с такими тренерами, как в танцевальной мастерской «Точка» это будет сто процентов так. Это будет все очень феерично. Скажи, пожалуйста, а насколько ты умеешь вообще сама себя что-то заставлять делать? Ну, нет проблем, делаю. Нет проблем. Не заставляю. Ну, помимо того, что здесь дают еще на курсах, многие девочки берут и занимаются отдельно, там пашут, 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 но в конце концов в итоге и побеждают. Вот. То есть с самообладанием все хорошо, да? Да, хорошо. Хорошо. А со свободным временем. Ну, будем находить свободное время ради этого проекта. Это здорово. Смотри, а умеешь что-то делать в совершенстве? Петь, танцевать, готовить, еще что-то? Петь очень хочу научиться, поставить голос. Не знаю, что в совершенстве. Ну, все хорошо делаю. Молодец какая. За что мне велась? Да, видишь, у нас уже практически приходит идеально. И вот, кого не спроси, все умеют, да, все знают. Молодцы. Осталось только корону вручить и прям все. Нет, осталось чуть-чуть подшлифовать и превратить просто в бриллианты девчонок наших. Все здорово. Спасибо большое. На занятиях по полденцу девочки будут изучать основы занятий на пилоне. Это силовая часть и также растяжка. И по итогам сезона девочек потянутся тело, потянутся мышцы. Фигура станет более сексуальной. И, кроме всего прочего, они научатся грациозно танцевать и выполнять силовые трюки. Занятия на пилоне не требуют какой-то специальной танцевальной подготовки. Мы находим подход каждой девушке. Да, конечно, если изначально есть шпагат, есть сильные руки, сильная спина, это все в плюс. Но, тем не менее, даже девочка, которая никогда в жизни вообще ничем не занималась, она придет, если будет стараться и заниматься, в конце обязательно получится красивый номер. Танцевальная мастерская «Точка» – это место, где рождается пластика и грация. Развивается выносливость и сила. Занятия проводятся для взрослых и детей. Пулл-дэнс, антигравити-йога, стрип-пластика, бодибалет, воздушные полотна. И многое другое. Для ощущения абсолютного комфорта в мастерской предусмотрены удобные раздевалки, душевые и Wi-Fi. Телефоны 216-48-86 и 8-927-338-14-46. Коммунистическая – 14. В нашем бутике большой выбор модной одежды для любой категории людей, как для слишком молодых, так и для взрослых. Есть на любой вкус и цвет, как спортивная, так и классическая. Подберем различные луки, сделаем фото в спортивной одежде, в полностью спортивном наряде, который можно надевать на повседневку. Также мы подберем классические коктейльные наряды, ну и повседневные. Модно – не значит дорого. Бутик одежды «Квики-шоп» – это салон самой модной женской и мужской одежды и аксессуаров, а также динамично развивающийся интернет-магазин. Недорого и стильно – вот те базовые критерии, которыми руководствуются наши клиенты. Признайтесь, вы ведь хотите ловить на себе восхищенные взгляды окружающих и прохожих, выглядеть так, словно спустились с подиума, или носите вещи от известной кутерье. «Квики-шоп» создан как альтернатива дорогим бутикам в городе Уфа. Наши стилисты чутко отслеживают тенденции в мире моды и воплощают их на полках нашего бутика. В такой одежде и обуви сложно затеряться в толпе или остаться незамеченным. Многие из моделей совершенно эксклюзивные, привезенные всего в нескольких экземплярах. Добро пожаловать в мир красивых, стильных и ярких вещей. Телефон 8-963-90-77-888 и 8-937-488-77-72. Наш адрес – город Уфа, улица Проспект Октября, 18. Наталья, скажите, пожалуйста, для чего пришли на проект? Наверное, я хочу что-то в себе новое открыть, что во мне до сих пор было скрыто. Какие-то, может быть, таланты есть, может быть, здесь мне что-то и поможет раскрыться. Что-то новенькое такое, хоп и найти, да? Да, а вдруг? А проект раньше смотрели наш? Я смотрела пару раз буквально. Но мне дочка давно уже говорит, у меня дочка в Питере живет. Она, видимо, чаще смотрит, чем я, и она вот мне порекомендовала. Это очень приятно, что они телевизион смотрят в Питере. У нашего фильмка коренная. Ей все интересно, все, что у Фе происходит. Понятно. Каким бы навыкам и знаниям хотелось научиться на нашем проекте? Вот особенно, что вы же сами знаете по себе внутренне, что вам не хватает? Мне, наверное, активности какой-то не хватает. Потому что в основном я пока что на сей момент посвящала жизнь детям. Но сейчас все дети взрослые, внуки есть. Сейчас стараюсь уделить больше себе внимания. Там, занимаюсь на акваэробику, хожу. Какие-то дни есть свободные, я их должна занять чем-то. То есть вот, я думаю, что я найду себя здесь. Ну, то есть лозунг «Начни с себя» как раз очень хорошо к вам подходит? Да, верно, да. Смотрите, а вас не смущает танец на пилоне? Девчонки у нас, потому что готовят танцы. Не смущает? Получится? Не знаю. Вообще-то я в целом танцевать очень люблю. И в какой-то момент вообще у меня мечта была научиться вальс танцевать очень красиво. Ну, немного у меня там были такие ситуации, что я не смогла пойти в декабре по планам своим. Но вообще у меня есть в планах научиться танго танцевать, вальс. Ну, вот. Почему бы не пилон, да? Да, почему бы нет? Ну, ладно, это смело. Потому что синяки, ссадины гарантированы. Это все-таки больше не танцы, это больше акробатика на шесте. Воздушная акробатика, как это называется? Да, не воздушная уж совсем. У страха глаза велики. Да. Ну, сначала все пугаются и ругаются на нас, но потом у всех все прекрасно получается. Девчонки танцуют, ставят сольные танцы, у них все прекрасно входит и смотрится. Получится, значит, я победитель буду. Это очень здорово, Наталья. У нас все девчонки уже говорят, что мы пришли за победой. Только первое место, только шуба. Шубы лишней не бывает. Ладно. Спасибо вам большое. Спасибо. Свою миссию в этом проекте я вижу так. В общем, любой женщине для того, чтобы быть идеальной, нужно хотя бы немного иметь представление о том, как она выглядит. И вот, я не знаю, удивительно это будет или неудивительно, но я хочу, чтобы женщины знали, что они могут носить, как они могут стричься, как они могут краситься, чтобы не навредить своему потенциалу и чтобы раскрыть все свои ресурсы внешности на 100%. Екатерина Макарова, имиджмейкер, специалист, разрабатывающий стратегию и технику эффективного формирования образа в целях повышения репутации, влиятельности и популярности, обучалась в авторских школах, имиджи и у лучших мастеров Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга, имеет психологическое образование, более пяти лет практического опыта работы с частными клиентами, проводит тренинги по корпоративному дресс-коду, сотрудничает со средствами массовой информации и торговыми центрами. С 2014 года ведет свой авторский курс «Имиджелогия», на котором научит вас искусству самопрезентации. Телефон 8-903-35-09-009. Здравствуйте, меня зовут Лена Усманова, я визажист, у меня своя студия макияжа. На проекте «Идеальная женщина» я собираюсь учить, обучать девушек макияжу. На данный момент стоит такая проблема, что, в принципе, кто-то что-то как-то умеет делать, но иногда результаты очень плачевные. Поэтому моя задача на данном проекте – показать девочкам, как правильно, как улучшить свой внешний вид, как справиться с какими-либо несовершенствами. В общем, как быть прекрасной, женственной. Нашим девочкам это очень поможет, я думаю. Инна Усманова – визажист, стилист, мастер боди-арта, преподаватель по макияжу, владелица собственной студии. Инна – профессионал индустрии красоты, активная участница различных специализированных выставок и форумов, победительница ежегодного городского конкурса «Золотой гребень». Смотрите сразу после короткой рекламной паузы. Да, я решила ты туда засунуть то, чего не было никогда, да? Где салат? Где оливье? Пугают больше снеги и боль. Секреты все раскрывать не буду, при встрече познакомлю. Будем наряжать их в кожаные платья, шорты. Неважно, боец ты или домохозяйка, космонавт или офисный работник. Любой может быть сильным, смелым и выносливым. Но мы заведем девушек таким драйвом, научим их постоять за себя. И кому же все-таки достанется шуба, мы узнаем уже на следующей неделе, когда начнется шуба.